Сегодня в Архангельске назовут имена обладателей региональной общественной награды «Достояние Севера» решится конкурсная судьба 46 претендентов. В прошлом году, кстати, соискателей было всего 35. Борьба идет в четырех номинациях. Особый интерес представляет награда, которая вручается физическим лицам, то есть северянам, чьи заслуги перед регионом достойны общественного признания. 19 человек выдвинуты на соискание награды. Ближе к вечеру именно победителей будут официально объявлены. Сегодня Архангельский железнодорожный вокзал станет сценической площадкой. Таким необычным образом будет отмечено 50-летие этих транспортных ворот столицы Поморья. Концерт начнется в 13 часов. В программе выступления вокальных и танцевальных коллективов, цирковые номера и конкурсы. А вот что касается будней железнодорожного вокзала, то ежедневно его перрон принимает и отправляет до 20 пассажирских и пригородных поездов. 26 ноября в Архангельске грянет «Гроза». Северян ждет премьера одноименного спектакля Архангельского областного театра драмы. За пьесу «Гроза» взялся главный режиссер Андрей Тимошенко. В спектакле занята практически вся труппа. Особое звучание постановки придадут народные поволжские песни, которые станут настоящими коллективными монологами. Не менее масштабные декорации. Вот эти лодки являются собой аллегорию Нойва Ковчега. Они могут помочь спастись от кары Господней. И есть надежда в лице Катерины. Но слишком уж неоднозначна ситуация, в которую она попадет за свое стремление просто и искренне любить. Она же очень долго себя не принимает, ее страстную натуру, ее любовь. Она не хочет верить в то, что она такая. И когда она себя принимает, вот тогда, наверное, происходит настоящее искупление, настоящее покаяние, когда человек принимает себя сам. Классика актуальна. На премьеру спектакля «Гроза», который состоится 26 ноября, билетов уже нет. Постановку также можно будет увидеть 27 ноября и 2 декабря. И о погоде. Сейчас в Архангельске около нуля. Днем столбик термометра в столице Поморья может подняться на 1-2 градуса выше. Серьезных осадков не ожидается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова